С наступлением холодов возрастают риски увеличения количества пожаров. Поэтому сотрудники МЧС напоминают жителям о простых, но важных правилах. На улице мороз, поэтому люди стремятся поддержать тепло в своих домах с помощью электронагревателей. Но их неправильное использование – одна из распространенных причин пожаров. В одну электрическую розетку категорически запрещается запитывать много электрических потребителей. Запрещено устанавливать около электрооборудования и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы, устанавливающиеся горючие жидкости. Запрещено использовать не сертифицированные автоматы защиты от токов короткого замыкания. Кроме этого, запрещено использовать поврежденные розетки, выключатели, электрические провода с поврежденной изоляцией. В частных домах пожары возникают и по причине эксплуатации печного и каминного отопления. Образование трещин в кирпичной кладке и неосторожное применение средства для разжигания огня может привести к печальным последствиям. Необходимо неукоснительно осуществлять требования пожарной безопасности. А именно, регулярно осуществлять чистку дымоходов печей, не разжигать печи при помощи легко вспомняющихся горючих жидкостей, не хранить дрова на притопочном листе. Перед топчным отверстием должен быть притопочный лид обязательно. Разделки и отступки отопительных печей должны быть выполнены в соответствии с установленными требованиями. И категорически запрещается доверять разжигание печей детям. Большая часть возгорания возникает из-за халатности людей. Последствия неправильного использования печей и электронагревательных приборов могут быть разными. От вышедшего из строя оборудования до выгоревшей дотла квартиры. И помните, пожар проще предотвратить, чем его потушить. Продолжение следует...